Тембры, которые стали первыми на главных вокальных проектах Беларуси и зарубежья, прозвучат сегодня в эфире «Беларусь-один». Команда агентства теленовостей подготовила пятую серию проекта «Поколение Бивай». О себе расскажут молодые певцы, которые успешно совмещают вокальную карьеру и в учёбе, и учёбу, и школу, и карьеру, и всё вместе. Узнаем, чего стоит подготовка вот этого, казалось бы, трёхминутного выступления. Как развернуть кресло наставников на зарубежных шоу, чтобы они повернулись, нажали кнопочку, и кто продюсирует эти самые таланты. Однажды они уверенно взяли самую высокую ноту. И покорили сотни тысяч зрителей. Все эти концерты для меня не пытка, а наоборот радость, какое-то удовольствие. Их главное оружие – голос. Но прежде чем сразить наповал, каждый останавливался в шаге от диплома лауреата. Я была уверена, что мне дадут либо первое, либо гран-при. Мы перебегали берега, ха-ха. Для трёхминутного выступления – месяцы репетиций и распевания в четыре октавы. И когда Дима Билан озвучил фамилию Никиты, ну ты же сейчас рассказываешь, у меня слёзы на глазах. А вспышки камер, концерты и переезды уже в ежедневном графике – перерывах между уроками. Я как бы ставил условия, Маша, конкурсы конкурсами, но образование никто не отменял. Тембры, которые стали первыми на главных вокальных проектах Беларуси и зарубежья. Поколение «Биуай» звучит. Смотрите в понедельник после панорамы. А прямо сейчас с некоторыми секретами с нами поделится наша коллега Лидия Заблодская. Лида, доброе утро. Доброе утро. А в Беларуси много юных талантов. Талантов много, а юных ещё больше. Кто из них стал героем твоей серии и почему? Да, начнём с того, что сейчас таланты – это у нас детки 10-12 лет, как-то их больше. А вот как раз-таки 14-15-летних осталось уже меньше. Петь они почему-то прекращают. Они просто выросли. Да, они выросли, переходят в другие профессии. Мои герои – это как раз-таки участники славянского базара, проектов «Голос», «Дети», белорусских телевизионных шоу. И так вышло, что это ребята все из Могилёва. Один мальчик, Никита Власенко, он уже переехал в Минск. И поэтому девочка Маша Могильная, она взяла гран-при на славянском базаре. Настя Скоропад стала лауреатом международных конкурсов, белорусских проектов. На самом деле, это очень талантливые ребята, и я отмечу, почему я именно их выбрала, и почему они достойны внимания. Там нет продюсерских центров. То есть за ними не стоят. Сами. Да, они сами и родители, что важно. То есть родители в них кладывают в свое время какие-то финансовые средства. Они сами их возят по конкурсам с самого детства. Отлично. И вот, это не люди, которые там, вот это большие продюсерские центры, их продвигают. Нет, тут все проще. Лид, давайте сразу заявим вопрос. Нет, вопрос мы заявим чуть позже. Сейчас просто... А успеем мы? Да, начинайте дозваниваться. У нас, как всегда, из викторина подарок есть. Лид, покажи, пожалуйста. Поэтому дозванивайтесь, мы зададим вопрос. Вопрос будет очень простой, с вариантами ответов. Ну и, конечно же, подарок вам. Так, Лидочка, задавайте. Нет, чуть позже. Вопрос будет очень легкий. Вопрос, вопрос чуть позже. Я хотела, чтобы у людей было больше времени для ответа. Итак, еще раз. Есть ли у героев звездная болезнь? Заметила ли ты? Удивительно, но нет. Тем более, просто почему удивительно? После таких проектов, как правило, она появляется. И тут, наоборот, та история, когда каждый из детей, наоборот, вот они меня приглашали на урок математики почему-то все, и они так скромно вели себя в школе, они, Лида, пожалуйста, не снимай нас, пожалуйста, не сиди с нами на уроках, но мы все равно пробрались туда с камерой, несмотря ни на что. Это очень открытые разносторонние дети, которые изучают китайский, которые хотят стать лингвистами в будущем, или даже связать свою жизнь с математикой. То есть они настолько простые и открытые, что... С математикой я даже не представляю. Так, Петя, связать жизнь с математикой? Есть звонок. Так, у них звонок. Владислав, доброе утро. Доброе утро, Владислав. Доброе утро. О, слышим вас. Лидочка, задавайте. На самом деле вопрос очень легкий. С чем он будет связан? Все наши молодые атланты заявляли себя на детском невровидении в основном. Так вот, сколько раз наша страна становилась победителем на этом конкурсе? Могу вам рассказать варианты ответа, если нужно. Один, два, три. Два, по-моему. Да. Да, Владислав. Теперь с этим сувениром ваше утро станет еще более приятным. Владислав, пригласите трубку. Наш редактор расскажет, где и как вы сможете забрать сувенир, подарок от АТН и программы Доброй Родицы Беларуси. Лида, вы сами когда-то участвовали в детском невровидении. Вот все знаете, все переживали. А, это же... А посмотри, она говорит, сразу видно, что поешь. Сразу же по голосу видно вот такой звучный голос. Вот изменилось ли что-то за это время? Вот как переживания отличаются? Все ли отличается? Честно, отличается все. И я даже это вижу на национальных отборах на детском невровидении. Потому что мы как-то не так серьезно ко всему этому относились сейчас. Даже к выступлению, к песне все вот эти дети, да, они относятся так серьезно, так профессионально. И за куларами уже совершенно не та обстановка, которая была раньше. Уже так по напряжению. Дружбы никакой почти нет. Увы. Как, знаете, я недавно услышала, что такую юмористку, когда говорят, ой, так трудно стало подниматься по карьерной лестнице. А вторая говорит, да к ней подойти-то сейчас почти невозможно. Это точно. Это я бы про детский конкурс тоже сказала сейчас именно так. Итак, наша коллега Лидия Заблотская. И мы с удовольствием еще раз представляем вам. Смотрите «Поколение Би-Вай» сегодня. Сразу после панорамы. Вот так вот, не пропустите, порадуйтесь за наших детей.